Китайский блокбастер, прожившую родину-мать, обсуждают в Волгограде. Некоторые газеты подхватили новость о том, что якобы в Китае какой-то режиссер снял фильм «Шествие памяти», где старые советские памятники, которых, значит, унижают, оскорбляют и так далее, они собираются все вместе, они выползают, значит, из своих разваленных каких-то кладбищ, они идут вперед, и они сбиваются в кучу, как толпа зомби, и они, значит, идут для того, чтобы как-то отомстить за гордость поруганную и так далее. В центре идет, соответственно, «Родина-мать», и многие ребята сказали, что вот, смотрите, какой замечательный, вдохновенный, вот китайцы понимают нашу душу, они понимают, как нам важны наши памятники старые советские, а вот в мире это все не ценится, а также многие ребята сообщили о том, что этот фильм почему-то уже запрещен в Европе и в США. Оказалось, что это все полная хуйня, потому что никакого фильма не существует, никто его не снимает, никакого сюжета нет, есть специальный сайт с фейковыми плакатами кино, кто-то нарисовал такой плакат, где «Родина-мать» действительно впереди, а сзади идут какие-то остальные советские памятники, и все, больше нет абсолютно ничего. Кто-то придумал, что существует фильм, кто-то придумал, что его запретили в США, в Европе, кто-то придумал такой сюжет и сказал, что вот, китайцы, молодцы. А на самом деле, этого ничего не было, просто кто-то развлекался в фотошопе. Вышел новый эпизод «Масяния. О вторжении Китая в Россию и уничтожении Петербурга» видео. Олег Куваев снял замечательный мультик очередной про Масяню, хотя, казалось бы, «Флэш» умер еще 15 лет назад, но вот Олег продолжает рисовать, мне кажется, на «Флэше». Какое-то время был перерыв, Масяне долгое время никто не интересовался, и она, казалось бы, ушла вместе с прошлым веком, но сейчас у нее ренессанс. Он снял замечательный трогающий, берущий за душу мультфильм, прям очень слезовыжимательные, огромное количество комментариев «Как я посмотрел и плакал еще раз», потом пересмотрел и еще раз плакал. Короче, Китай под совершенно мударским предлогом нападает на Санкт-Петербург, начинает бомбить, люди прячутся в подвалы, теряют семьи, детей, короче, полный пиздец ужас и понятная большая жирная параллель, которую, в общем-то, нормальный зритель мог бы и сам догадаться, но Олег на этом не остановился, поэтому после того, как он нам показал драматический мультфильм о том, как хуево вообще умирать и как неправильно убивать, он говорит устами Масяни о том, что «это война, страшный позор России и проклятие». В этом месте я слегка прихуел, потому что я не привык, что режиссер и автор сценария держат меня за кретина. Если я посмотрел ролик и мне непонятно, о чем этот ролик, значит, наверное, это хуевая художественная работа. Если я понял, о чем этот ролик, значит, мне не нужно продолжение о том, что имеется в виду и что Россия плохая. В принципе, эта концовка абсолютно полностью портит впечатление от мультфильма, потому что сначала, когда я его смотрел, я думал, что этот мультфильм про детей Донбасса. Как мы помним, даже президент Украины Порошенко говорил, что типа, мы будем идти в школу, наши дети будут ходить в школу, а дети на Донбассе будут сидеть по подвалам. Ну, собственно, они по подвалам и сидели какое-то количество лет. То есть Украина бомбила сама своих собственных граждан, потому что она решила, что они теперь граждане другого сорта, их можно бомбить. И тогда Куваев не снимал ролик про Масяню, не лил слез и не рассказывал, как ему стыдно за Украину. Сейчас, когда происходит ровно то же самое, почему-то ему стало стыдно за Россию, он выпускает мультфильм, который получился просто какой-то идеологической какашкой, вместо того, чтобы быть хорошим художественным произведением, которое вызывает человеческие чувства и напоминает о том, что существует эмпатия и о том, что вообще нехорошо никого убивать и не нужно страдать в 21 веке. Вообще, всегда интересна выборочность человеческого внимания. И когда каждый день на земле умирают люди, каждый день происходят войны, люди почему-то о них не переживают. Хотя мультфильм про Масяню мог бы быть универсальным мультфильмом о человеческих страданиях и о том, что стоит человеческая жизнь. В один из прошлых разов я рассказал о том, что на Украине есть такой шрифтовой дизайнер Евгений Садко, который написал большую прекрасную статью, совершенно, конечно, антироссийскую, ужасную, которая называлась «Шрифтовый голодомор», где он рассказывает о том, что зачем нам пользоваться русскими шрифтами, а также шрифтами, которые сделали русские дизайнеры, когда нам нужно объявить свою независимость и заниматься только своими украинскими шрифтами. Самый прикол в том, что у этого самого Евгения Садко оказалась компания «Рентафонд», которая в первую очередь продает шрифты Паратайпа. У него логотип Паратайпа стоит на первом месте, а как мы знаем, Паратайпа – это крупнейшая российская компания, изготавливающая и продающая шрифты. И то, что Евгений Садко сначала говорит, что нужно срочно запретить Паратайп, отменить все русские шрифты, и все, что было нарисовано в России и в Советском Союзе – это ужасно, потому что это против нашей украинской идентичности, а сам при этом на этом деньги и зарабатывает. Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о жестоких русских. Мои любимые пранкеры Лексус и Вован развели на этот раз Стивена Кинга, позвонив ему, как будто это президент Зеленский. Стивен Кинг не сильно удивился, ну, видимо, потому что у известных людей какой-то свой особенный телефонный разговор, и они друг другу звонят и все время всякие вещи предлагают. И Зеленский предложил Кингу написать что-нибудь о жестоких русских, и Кинг согласился об этом подумать и написать. Если вы нам напишите ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона АЗО в подвале... Да. Мы сделаем все, что сможем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины. Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР. Тут случилось невероятное событие в дипломатическом мире. Северная Корея признала Донецкую и Луганскую Народные Республики. Это замечательный подарок. Совершенно непонятно, где вообще КНДР спала все эти годы, почему она до этого не проявляла свою политическую такую волю, почему они не признали Осетию, Абхазию, почему они не признали всякие другие предостроения, например, и всякие прочие страны и территории, которые нам были бы нужны. Или не сказали, что действительно Крым часть России. Короче, много есть вопросов к НДР. Может быть, сейчас им особенно нужны были деньги, поэтому как-то так все удачно совпало. Но в любом случае, приятно, когда с нами Северная Корея и приятно, что от этого бомбит Украина. Россия пригрозила швейцарской газете «Ноя Цюрхе Цайтонг» уголовным делом из-за карикатуры на Путина с отсылками к лаунаде и ЛГБТ-сообществу. Слава богу, это не вся Россия, а всего лишь посольство России в Швейцарии, которая обиделась на какую-то карикатуру, на которую можно было бы вообще не обращать внимания. И почему-то посольство решило, что там Путина раскрасили в ЛГБТ раскраску, хотя на самом деле из него там просто сделали клоуна, о чем, кстати, свидетельствует красный нос. Не знаю, кто те люди, где они учились в российском посольстве в Швейцарии, что они настолько не умеют считывать образы. Путин там показан клоуном. Да, может быть, это очень обидно, но это совершенно не значит, что газета назвала Путина пидором. А дальше рядом стоит картинка с Зеленским, который изображен в виде капитана Украина. И опять же, не знаю, где учились все эти люди, что они не считывают такие простые образы. В любом случае, слава богу, что это не официальная оппозиция России, а просто какое-то письмо посольства в газету. Может быть, даже они получат какой-то ответ, где им скажут «Вы не правы». На сайте Роскосмоса недоступна страница, где публиковали песни Дмитрия Рогозина. Да, действительно, факт соответствует тому, что написано в заголовке. Другое дело, что факты надо проверять, и страница с песнями Рогозина недоступна на сайте Роскосмоса аж с целого прошлого года. Журналисты поторопились сделать вывод о том, что «Ага, смотрите, Рогозина уволили и тут же стерли его песни с сайта». Нет, нихуя, их стерли еще год назад. Говорит Москва, спросила Илона Маска о работе для Рогозина и выдала фейковый ответ спамера за настоящий. Говорит Москва, пришло в твиттер к Маску и написала, есть ли работа для Рогозина. Там какой-то рекламный бот быстро подсуетился к этому сообщению, написал ответ «Есть шанс, не упускай, кликай сюда». Короче, ребята решили, что это таким образом Маск ответил, что вот есть работа на какой-то говно-криптобирже. Тут же пустили эту новость в эфир. Оказалось, что это полный фейк. Видимо, пришел с перекура более опытный редактор, который сказал, что за хуйню вы здесь постите. Но зато за это время успел это перепостить в том числе и Султан из Медузы. И все ржут, над Говорит Москва, и никто не ржет над Медузой, которая тоже купилась на фейк двойной перегонки. А вообще, конечно, это очень о многом говорит то, что для российской прессы, в принципе, ответ Илона Маска, даже, причем, не самого Илона Маска, а какого-то спам-робота в Твиттере Илона Маска, является сюжетом, который люди готовы рассказывать у себя в прессе. Это такой низкий уровень, что прям даже очень стыдно за этих ребят. Прям просто невероятный пиздец. Надо себя все-таки лучше уважать. Денис Мантуров официально стал вице-премьером. Очень хорошо. Поздравляем Дениса Мантурова с этим назначением, при этом министром торговли и промышленности, он быть не перестает. Самый большой фонтан в России открылся в Дербенте. Комплекс площадью 4715 квадратных метров построили при поддержке Сбера. Получилась мега-эпичная, абсолютно безвкусица. Ровно то, что любит обычный народ. Можем звать на этот фонтан, а рабов и индийцев в грязь лицом не ударим. Марину Овсянникову задержали в Подмосковье. Вот уж я думал, что у Марины Овсянникова и все, что она ушла с радара, что больше мы о ней никогда ничего не услышим. А ее карьера и ее, в общем, достижения в этом году, они пронеслись яркой кометой по нашему медиа-небосклону. Сначала она вышла с плакатом «Нет войне» прямо в прямом эфире за Катериной Андреевой. Значит, после этого ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Все думали, что ее расстреляют. Я так и говорил, что ее расстреляют, потом найдет новую работу. Это ровно то, что с ней случилось. Получив штраф в 30 тысяч рублей, она попыталась взять героини на Украине, но там ее не приняли. Сказали, мало ли, что ты там где-то родилась вообще. Просто иди нахуй отсюда, ватница. Ты просто русская, поэтому тебе здесь нечего делать. Короче, на Украине она поняла, что там она долго не протянет, поэтому она уехала в Германию, получила там работу в какой-то газете. Дальше началась грусть, потому что она бросила здесь двоих своих детей. А муж сказал «иди нахуй», а муж работает в «Rush Today». Короче, супер-мега ватный чел, который сказал, что с тобой общаться не хочу, а дети с тобой не общаются, наверное, потому что ты плохая мать, а ты их бросила. Посидела она немножко в Германии, решила все-таки вернуться в Россию. Естественно, обложив это все словами, что я возвращаюсь не в объятия к Путину, а просто потому что здесь мои дети, развод у меня и вообще надо как-то что-то делать со своей жизнью. Первым делом она пришла напротив Кремля, встала с плакатом, что Путин убивает детей. При этом всем было абсолютно похуй, никто к ней не подошел, не взял ничего, а потом уже в Подмосковье что-то ей там предъявили какое-то обвинение. Видно, что у бабы просто рвет башню. Прям жалко человека. Вместо того, чтобы заниматься своими детьми, восстанавливать свою семью и просто заниматься своей работой, она все пытается, думая, что она нарисует какой-то плакат, который что-то в этой жизни изменит. Это самая большая глупость на свете, какая только может быть. Потому что никакой плакат, если ты будешь плакать, если будешь заламывать руки, если ты будешь что-то выкрикивать, ты будешь, ну, в лучшем случае, городским сумасшедшим. Никак ничего хорошего ты себе в итоге в своей жизни не получишь. Нужно об этом просто знать с самого начала. Но судя по тому, сколько раз в этом году Марина Авсенникова попадала в новости, нельзя исключать, что мы еще про нее что-нибудь услышим. Потому что очевидно совершенно, что тетка только повышает ставки. Суд оправдал художницу Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии за рисунки с вагинами. Какая-то тетка тоже с разными сложными проблемами с психикой, она все, значит, попала в лапы ужасному кровавому тираническому режиму. И вот это вот чудовище, она долго эту горную серну облизывала, но так ей голову и не откусила, а выпустила целой и невредимой. Короче, оказалось, что можно рисовать вагины, ничего тебе за это не будет. Ужасный, страшный путинский суд, за это ее не посадил до конца жизни на кол в страшных сибирских каких-то подземных тюрьмах. В Екатеринбурге планируют провести гомофобный пикник. Какой-то фестиваль под названием «Традиционная неделя», абсолютно мудацкое мероприятие, просто это супер тупость. Если у вас есть какие-то там претензии к геям, если вам не нравится гей-пропаганда, если вы не хотите всю ЛГБТ и тдшную, всю эту символику, риторику слушать, просто растереть и плюнуть, просто пройти мимо и не обращать внимание. Если обычные нормальные люди будут говорить «а мы нормальные, пожалуйста, обращайте на нас внимание», то это значит, что они уже становятся ненормальными, потому что нормальному человеку не нужно ничего доказывать про то, что он нормальный. Ему нужно просто жить, просто заниматься своими делами. Если кто-то хочет ебаться в жопу и какие-то рассказывать сказки про то, что у нас есть 128 полов – ради бога, пусть люди развлекаются, как хотят. А кто-то на деревянных мечах рубится в лесу, а кто-то занимается еще какой-то хуйней – выращивает суккуленты. Короче, нужно всем людям, которые хотят чем-то заниматься, дайте этим заниматься, но устраивать в фестивале нормальности – это самый большой бред на свете. Мне стыдно за то, что я это увидел, двоеточие. Зрители массово раскритиковали первый трейлер фильма «Брат 3». Какие-то ребята сняли какой-то абсолютный шлак, который привлекает свое внимание только одним фактом, что они взяли себе название «Брат 3». При этом к фильмам «Брат 1» и «Брат 2» этот фильм не имеет вообще никакого отношения.